Среди взрослых американцев каждый третий сообщает о симптомах тревожности или депрессии. Но современные родители больше всего беспокоятся за своих подростков по другим причинам. Тревожность, депрессия, самоагрессия, суициды. Стресс от ковид, чувство изолированности привели к росту жалоб на проблемы с психическим здоровьем, и эта тенденция наблюдается по всей стране. Ожидается, что к 2050 году не только в Америке, но и во всем мире 30-35% населения могут стать душевно больными. 2050 год не так уж и далеко. 33% означает, что психически больным будет один из трех. Мы идем по этому пути, потому что не понимаем основ жизни. Мы не знаем, как поддерживать себя в хорошем состоянии. Мы думаем, что для всего есть внешние решения. Нет. Вот это самодостаточная жизнь. В ней есть все, что нужно для здоровья, благополучия, разумности, для радости и блаженства. В ней есть все. Жизнь приходит со всем этим. Просто мы не можем к этому прийти, потому что этому нигде не учат. Все превращается в какие-то приходящие увлечения. Все превращается во что-то иное. Сегодня прогнозируют пандемии самоубийств, как будто бы пандемии психических расстройств недостаточно. В 2021 году в Индии произошло больше всего самоубийств за всю историю страны. Более 130 тысяч человек покончили с собой. Из них больше 18 тысяч были младше 18 лет. Более 7 тысяч – это дети младше 15 лет. Почему 12-13-летние хотят покончить с собой, в то время как они должны быть переполнены жизнью? Когда вам 12-13 лет, вы должны быть переполнены жизнью. Но они хотят покончить с собой. Мы делаем что-то в корне неправильно, не так ли? Иначе откуда в детях появляется желание убить себя? Но так происходит по всему миру. Потому что мы не уделяем внимания человеческой сущности. Мы уделяем внимания всему остальному. Чтобы обратиться к человеческой сущности, необходимо привнести то, что называется классической йогой. Чистая йога может оказаться не под силу каждому, поэтому мы предлагаем ее вместе с некоторыми классическими искусствами, в которых задействована йогическая система. Существуют классические формы танца, музыки и боевое искусство калори, которое легло в основу всех боевых искусств мира. Так что мы совмещаем эти три вида искусства и йогу. Пожалуйста, воспользуйтесь этим и станьте частью этого. Суть не в том, чтобы приехать и пройти одну программу. Нужно создавать все это и делать доступным для всех. С тем, что прошел мир до сегодняшнего дня, с нашими достижениями науки и технологии, самое важное, что необходимо сделать, это повысить степень человеческой осознанности. С теми возможностями, которые нам сегодня дают наука и техника, если мы по-прежнему будем существовать на уровне компульсивных, инстинктивных реакций в мире, то мы очень быстро уничтожим друг друга. Сегодня люди уже говорят о том, как будто бы это само собой разумеется, что будет Третья мировая война. Люди говорят об этом, и эта тема даже звучит в новостях. Получается, была Первая мировая война, была Вторая мировая война, значит, должна быть и Третья. Мы что, сошли с ума? Если мы начнем Третью мировую войну, то мы поколение психбольных. Да или нет? Если мы предпримем нечто подобное с нашими современными возможностями, нас ждут чудовищные последствия. Вот почему нужна йога. Йога не означает скручивание и воворачивание. Йога означает обратиться внутрь себя, открыть источник своего существа, прикоснуться внутри себя к тому разуму, который находится за гранью психических и физиологических процессов. Это должно случиться с как можно большим количеством людей.